В этот солнечный по-летнему теплый день, улыбаясь с фотографией, на собравшихся на турнир, посвященный его памяти, смотрит Аслан Динаев. Когда в школе поселка Майске открывали эту мемориальную доску, после мероприятия специальный корреспондент программы «Вести» Крачева-Черкесия Артур Махцин написал стихотворение «Письмо», которое он посвятил участнику СВО на Украине Аслану Динаеву. Сорвалась водопадом вниз, безутешна твоя печаль. Я иначе пойми не мог, не оставил в беде ребят. Нет к победе других дорог, жизнь отдать брат за брата рад. Жаль, не я тебе расскажу, вновь за мужество взял медаль. Ты прости, что теперь гляжу. С высока, неподвижно, вдаль. Участвовать в соревнованиях команды спортсменов приехали из Черкесской, из Сентуков, в станице Суворовской. Пришли и дети, которые занимаются тэквондо в школе поселка Майске. Наше мероприятие посвящено памяти выпускника нашей школы, погибшего в зоне СВО на Украине, Динаева Аслана, который сам любил спорт, который сам был спортсменом, который тоже имел награды, спортивные достижения. Хочу пожелать всем ребятам успехов сегодня, всем ребятам занять призовое место, насколько это возможно. Приветствую всех участников турнира, посвященного Динаеву Аслану. Он был достойный человек, достойный воин. Желаю вам всем удачи, побед. А те, кто проиграет, пусть не отчаиваются. За каждым проигрышем идет победа. Удачи вам. После торжественного открытия участники, их тренеры и, конечно, болельщики переместились в спортивный зал школы, где и начались соревнования по формальному комплексу «Толь». 50 спортсменов в возрасте от 5,5 до 14 лет. В 13 весовых категориях и 11 возрастных группах показывали свое мастерство в боевом искусстве. Аслан Динаев получил юридическое образование, служил в армии по контракту. А когда началась спецоперация, он участвовал в ней с самого начала. В июне прошлого года Аслан был ранен, но не остался дома, чтобы восстановить свое здоровье, а в скором времени вернулся в зону боевых действий. За мужество и отвагу награжден медалью Суворова. Но, к сожалению, его последняя командировка завершилась трагически. Посмертно Аслан Маратович награжден орденом мужества. Аслан был хорошим сыном, братом, любящим мужем и отцом. Любил спорт и занимался боксом, и побеждал на различных соревнованиях. Организатор турнира памяти Аслана Динаева и спонсор соревнований Рустам Халкичев. Аслана я знаю с самого рождения. Мы соседи. Я знал его, как он родился маленьким, и вот до того, как он ушел воевать. Ну и хороший был парень, сам занимался спортом, любил спорт, награды имел. Ну и я и сам, и не понаслышке ветеран боевых действий участвовал. Ну и людям, нашим местным школьникам, нашим жителям местным, всем решил устроить вот такой праздник в честь Аслана, погибшего при исполнении долга своего. Соревнования продолжались несколько часов. Внимательно следили болельщики, а важные слова поддержки тренеров перед спаррингами подбадривали и помогали одолеть соперника. И после обеда определились победители. Чемпионам турнира по тэквондо памяти Аслана Динаева вручили грамоты. А победителям в номинациях за волю к победе за лучшую технику. И спортсмену, получившему при зрительских симпатии Людмила Динаева, мама Аслана, вручила сертификаты на приобретение формы и экипировки. Спасибо всем огромное за то, что вы приняли участие в этом турнире. И огромное всем спасибо. Дай Бог всем здоровья. Богдан – самый юный участник турнира по тэквондо. Я приехал из 10-х. Я первый раз на соревнованиях. Куты были чемпионы. И мне понравились на соревнованиях. Георгий приехал на соревнования из станицы Суворовска и занял первое место по тулям и второе по спаррингам. Соперники сегодняшние были не сильно и слабые, и сильные были. Что-то между средним. А вот мне понравился бой, мой первый, когда я выиграл. Сегодняшнее соревнование мне тоже очень понравилось. Мои результаты – это первое место и второе место. В чем первое место и все второе? Первое место по тулям, второе место по спаррингам. Анна Фетисова из Майского победила и получила сразу две медали. Конечно же, гордость присутствует, потому что это такой подвиг совершил человек. И меня сама берет гордость за то, что я выиграла на этом турнире, посвященный Аслану Динаеву. Победа далась, ну, я думаю, таким нейтральным путем, вот так скажу. То есть было и сложно, и как легко, потому что я уже не первый раз выступаю. Как-то особого волнения не было. Наш сегодняшний турнир прошел в память Динаева Аслана. Он являлся участником в Украине, в СВО, и защищал нашу родину, нашу страну и свою маленькую родину, поселок Майский. Турнир был подготовлен. Я считаю, что высокая подготовка была. В нем приняли участие все, кто не остался безразличным к этому турниру. Всем хотелось сказать огромное спасибо. И как можно, пожалуйста, привлекайте детей больше к спорту, к патриотизму, чтобы у нас было на кого положиться, и у нас был хороший тыл. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, поселок Майский.